Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем учить новую песню с нового альбома Алена Швец под названием «Мелкая с гитарой». А песня называется «Мелкая с гитарой». Видите, какая это автология. Конечно же, я все это буду играть на укулеле от Алена Швец. Между прочим, на эту укулеле у меня был целый разбор, обязательно посмотрите. Как всегда, покажу различные варианты, как вы можете сыграть эту песню, но для начала бери укулеле в руки и погнали учиться. Я уже чувствую, как после этого разбора ты захочешь себе приобрести свою первую, а может быть и вторую укулеле, тогда магазин Skif Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка аж 5% на любую покупку. Но это еще не все. Каждый месяц Skif Music разыгрывает гитару. Гитару, кару! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. И вот как она у тебя будет выглядеть. Она плачет на репетиции. Нету денег, но есть амбиции. И не страшно струну порвать. И в запасе еще есть пять. Это мелкая с гитарой. Плачет на репетиции. Плачет на репетиции. Вечно плачет на репетиции. Нету денег, но есть амбиции. И не страшно струну порвать. И в запасе еще есть пять. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укуляля. Как всегда и как обычно мы начнем с вами с аккордов. Тут несколько есть связок аккордов по припеву и куплену, но об этом чуть позже, пока просто их разберем. Первый аккорд, аккорд С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Дальше у нас с вами идет аккорд Д. Мы зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. Следующий аккорд у нас идет аккорд ЕМ. Мы зажимаем с вами первую струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. При этом такая вот лесенка у нас с вами образовалась. Следующий аккорд, аккорд G. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу. А вторую струну на третьем. Дальше у нас с вами идет аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. И последний аккорд, аккорд B7. Зажимаем с вами баре на втором ладу. У кого сейчас проблемы такие, ааа, ааа, какой ужас, баре, не переживайте. У меня на канале есть целый видос, где я показываю пошагово, как же научиться его играть. В нашем случае мы зажимаем баре на втором ладу. Далее к этой конструкции добавляем третью струну на третьем ладу. Кому сложно, вы можете зажать не полностью на четыре струны, а на две или на три. И вот так у вас тоже получится. Главное, не играйте четвертую струну открытую. То есть вот так вам в самый раз. То есть выбирайте или так, или так, или так. Кому как удобно, кто на что гораст. Давайте теперь повторим всю полностью связку аккордов, которые у нас получились. С, Д, Е, М, G, А, М, B7. Прокомментирую касаемо Капподастров. Сейчас я вам показывала без Капподастров, но оригинал песни играется с Капподастров на третьем ладу. То есть мы берем Капподастров. Если у вас до сих пор его нет, почему, во-первых. Ну а для тех, у кого нет Капподастров, то в Skif Music можете его как раз приобрести. Так вот, ставим мы его на третий лад. И от него считаем. То есть он теперь нам служит нулевым ладом. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. И это вы помните. То есть все аккордики теперь считаем от него. Оригинал играется у нас с Капподастров на третьем ладу. Ну, для кого-то может быть оптимально, для кого-то может быть высоковато. Попробуйте поэкспериментировать, может вам он вообще не понадобится. Разбор на укулеле. Теперь давайте поподробнее, где, как, что играется. В припеве мы с вами будем играть связку аккордов С, Д, Е, М. И вот там на конечек сыграем G. С, Д, Е, М. И в конце G. То мы как тут будем играть. Смотрите, в оригинале у нас с вами играется вообще вступление для начала на этих же аккордах. Вступление мы с вами будем играть, если берем аккомпанемент оригинала. Следующий четыре. Далее третья, вторая струна вместе. И дальше все это богатство нам нужно приглушить. Достаточно просто все эти пальцы, которые вот вы дергали, поставите обратно на сторону. И получается. Отдельно порепетируйте. Это несложный вариант. У кого тоже тут есть трудности, то у меня есть на канале целый видос про арпеджио. И вот что это значит. Такая в скобочках там, Дарья, ты вот мне сейчас только что написала, я там тоже даю объяснение. Так вот, мы играем четыре, три, два, один вместе. Глушение. Это один раз на один аккорд. Кроме аккорда Е, М. Вот там мы его с вами сыграем два раза подряд. Давай покажу, как это будет выглядеть. Еще раз. Кому сложно, вы можете просто играть удар вниз. Тоже нормально. Это мы все играем на три строчки. И вот в конце четвертой строчки мы играем аккорд G вместо аккорда Е, М, просто удар вниз. То есть при любом раскладе, как вы будете играть, вот аккорд G мы играем удар вниз. Давайте сейчас покажу со словами, чтобы более-менее стало как-то понятно. Если что, вот кому удобно сыграть на аккорд G просто, вот этот щепок на все струны, пожалуйста, ради бога, играйте. Вот таким вот образом у нас с вами будет играться первый припев. Дальше припев будет играться с другим аккомпанементом. То есть песня у нас начинается с этого выступления два раза подряд. И пошел припев. Вечно плачут на репетициях, нету денег, но есть амбиции. И не страшно струну порвать, их в запасе еще есть пять. Дальше у нас с вами идет такой, ну я бы назвала это переход-разбивка. Вот мы уже с вами остались на аккорде G. Теперь к этому аккорду мне нужно сыграть вверх-вниз-вверх. Сейчас поймете для чего. Давайте садим с последней строчкой припева и вот этот переход. То есть и в запасе еще есть пять. Для чего мы это сделали? Чтобы был более плавный переход на куплет. Потому что в куплете у нас с вами начинается бой. Бой следующий, такой дворовой-дворовой, Алена Швец, на этот раз у нас получилось. Бой с оглушением. Вниз-сверх-заглушка, вверх-вниз-сверх-заглушка. Еще раз. Вниз-сверх-заглушка, вверх-вниз-сверх-заглушка. Такой цоевский. Чуть не ленее. Как вы будете оглушить тоже вариантов множества, какой умеете, такой и берите. То есть можете и как-то так приглушить, можете так, можете так, можете так, вообще. Как-то да приглушите. Еще раз. И этот бой мы с вами будем играть один раз на один аккорд. Вот мы сыграли. И пошел бой. Куплете у нас с вами аккортики уже поменялись. Следующая связка получилась. Е, М, А, М, Дж и Б7. Давай еще раз. Е, М, А, М, Дж и Б7. Давай сейчас сыграем эти аккорды с этим боем. Теперь давай со словами полностью первый куплет. Да, обратите внимание, я тут подписала вот там, где удар вниз, один удар вниз. Вот там мы играем один удар вниз. То есть это будет на, сейчас вам скажу, на четвертую, восьмую строчку на аккорд Б7. То есть мы там играем просто один удар вниз. В общем, думаю, сейчас разберешься, все понятно там, подписано, все good. Это мелкая с гитарой, пара-ра-рай, мне нарушила все планы, пара-ра-рай. Все верну, перевернула и пара-ра-рай, позвала с собой гулять. Угу, дальше. Дальше у нас с вами идет полноценный припев с боем. Бой у нас шестерка, по-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Чуть медленнее. Мы этот бой поделим на аккорд С и Д пополам. Ну, пополам в моем случае на аккорд С это вниз, вниз. На Д. Вверх, вверх, вниз, вверх. Ударя плохо зажала. Еще раз. А на аккорд Е мы его сыграем полностью. Получается. Давай полностью соберем припев, чтобы было более-менее понятно. Да, помним, что мы заканчиваем припев на аккордик G, там просто играем один удар вниз. Вечно плачет на репетициях, нету денег, но есть амбиции, и не страшно струну порвать. И в запасе еще есть пять. И еще раз припев. Вечно плачет на репетициях, нету денег, но есть амбиции, и не страшно струну порвать. И в запасе еще есть пять. Помним про эту сбивку. И дальше у нас с вами идет второй куплет. Второй куплет играем аналогичным образом, как и за первым разом куплетик, то есть с боем. То есть просто слова поменялись, а крут те же самые, что были в первом куплете. Еще раз. Скоро выходить на сцену, пара-ра-ра-рай, дрожка с отраным коленем, пара-ра-рай. Но не трогнет ее голос, пара-ра-рай. Облетит волной весь зал. И в припевах, и в куплетах, пара-ра-рай. И отзывающимся эхом, пара-ра-рай. Это мелкая с гитарой, пара-ра-рай. Вдруг становится большой. А далее у нас опять с вами повторяется припев, два раза с боем. Вечно плачет на репетиции, нету денег, но есть амбиции. И не страшно струну порвать, и в запасе еще есть пять. Еще раз. Вечно плачет на репетиции, нету денег, но есть амбиции. И не страшно струну порвать, и в запасе еще есть пять. Как-то так песня у тебя будет звучать. Если у тебя остались какие-то вопросы или непонятки, то обязательно перемотай на нужный момент. Или в конце концов можешь написать мне в комментариях, и постараюсь на это ответить. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. И, возможно, в следующий раз мы будем учить именно твою хотелку, кто знает. Также не забывайте, что вы можете показать мне все свои укулеле старания. Достаточно выучить любую песню и мелодию с моих разборов, выложить себе в инстаграмчик с пометкой Даша Кирпич, чтобы мне пришли все оповещения, и тогда я все увижу. Прикинь, как просто все. Ну а для тех, кто хочет поддержать мои труды и старания в финансовом плане, то вы можете приобрести у меня сборничек или мерч, или же просто заданать любую сумму на донаталерс или на бусте. Вот как делать все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Замена мне получат клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Струну порвать И к запасе Откуда такое? И